Время традиционного визита председателя Верховного Совета Республики в Таштыбский район. Каждая поездка, не просто рабочая, Владимир Штыгашев, бессменный депутат от района, это еще и возможность вновь побывать на малой родине. С бывшими односельчанами и товарищами вспомнить прошлое, с коллегами, депутатами, руководством района, обсудить вопросы развития территории. Здесь благодатный цветущий край, прекрасные поля, высокие урожаи, замечательные труженики трудились. Но лихие 90-е годы, которые порушили очень много в стране, мы сейчас, по сути дела, возрождаем то, что было. Радует, во-первых, что в районе возрождается сельское хозяйство. Не менее приятные воспоминания из прошлого связаны и со спортивной жизнью муниципалитета. Однако сегодня сельчанам пришлось столкнуться и с не совсем приятной ситуацией. Люди мечтали о современном спорткомплексе. Строительство началось, но возникли проблемы с финансированием. Между тем, Верховный Совет пошел навстречу таштыбцам. Изыскал в бюджете на будущий год средства на завершение работ. Сейчас стройка спортивного центра «Урожай» идет полным ходом. Сейчас мы монтируем стены-панели, стены. До 5-го числа мы смонтируем стены. После 5-го привезут уже кровлю. И до 15-го будет кровля готова. Принято решение о том, чтобы профинансировать ввод таштыбцского стадиона, но не позднее первого полугодия следующего года. Это не так долго, это через полгода все уже должно быть. Это прекрасный будет спортивный комплекс для райцентра. И не случайно сегодня директор детско-юношеской спортивной школы, тренер, заслуженный тренер России Сагатаев Олег Анатольевич здесь был. Он как раз вот в этом помещении на стадионе, у него будет размещена эта школа. Владимир Штагашев встретился с Олегом Сагалаковым во время личного приема граждан. Тренер рассказал, школьников, желающих записаться в секции в районе с каждым годом становится все больше. Сегодня филиалы спортшколы, открытые в разных селах, посещают полтысячи ребят. Тренер уверен, новый спортцентр станет стимулом к новым достижениям. Нынче у нас девчонка Тюмерякова Маша заняла первое место в первенстве России в городе Чебоксарске, Чуваши. Есть призера России, это Барашкова Карина, Тюмерякова Татьяна. Еще одно важное достижение района – лидерство среди муниципалитетов по обеспечению малышей учреждениями дошкольного образования. Когда я принял район, в районе оставалось всего лишь три детских садика на двух территориях. Это Таштыб и Арбатское муниципальное образование. На сегодняшний день мы вводим девятый объект и в этом же году введем дошкольную группу на 30 мест и на маторе. Это по большому счету мы закрываем из восьми территорий семь территорий. Одна из строек, которой сегодня приковано особое внимание – детсад в Таштыбе на правом берегу реки. Рассчитан на 120 мест. Работа уже на стадии завершения. Мы уже распланировали по дням. То есть у нас внешние сейчас работы по благоустройству идут полным ходом. Техника, может быть, вы проходили, видели работы. И по внутренним работам тоже у нас 39 человек сейчас на стройплощадке. Поэтому максимально быстро форсируем для того, чтобы сдать, так скажем, и Новый год, спокойно уйти всем отдыхать и нам вам, что здание это справит. Уже в январе сад распахнет двери для малышей. Однако первыми все же увидят новое помещение сотрудники дошкольного учреждения. Штат 47 единиц. Желающих же трудоустроиться значительно больше. Конкурс – три человека на место. С 25 декабря уже зачистить штат. И чтобы на последние дни они работали вместе со своими. Смотрели, кем эксплуатировать это здание. Открытие садика станет для района знаменательным событием. Очередь в дошкольные учреждения в муниципалитете будет полностью ликвидирована. В райцентре решаем проблему с детскими садами, с местами, с детьми старше трех лет. Эту задачу тоже и президент страны ставил, и председатель правительства. Они о том, чтобы мы к 16-му году, к 16-му задаче по стране, обеспечить всех детей старше трех лет местами в дошкольных, детских учреждениях, в детсадах по всей стране. Мы эту задачу в Таштыбском районе решаем. В завершении встречи Владимир Штыгашев принял участие в сессии районного совета депутатов. Парламентарии обсудили вопросы социально-экономического положения муниципалитета. В целом поездкой спикер республиканского парламента остался доволен. Следующий визит намечен на конец уходящего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова